Воспитание достойного гражданина своей страны, патриота родной Беларуси, уважающего ее традиции и культуру, а также представителей старшего поколения. Вот главные цели, которые ставили перед собой те, кто стоял у истоков образования Патриотического клуба память, учителей средней школы номер 10, во главе с Верой Цымбалюк. Сегодня объединение объединяет большое количество активных, увлекающихся историей, инициативных и любознательных подростков самых разных возрастов. Они с большим удовольствием участвуют в подготовке исследовательских работ, в конкурсах, викторинах, тематических встречах, а итоги своей деятельности впоследствии обсуждают в кругу товарищей и преподавателей. В преддверии 70-летия Великой Победы ребятами была проделана большая работа. Они плодотворно участвовали в патриотических акциях, а также самостоятельно подготовили научные работы. Обсудить результаты кропотливого труда, отметить заслуги отличившихся, они собрались в зале актового зала. У нас два месяца назад, то есть где-то в конце декабря, проводилась акция интервью с участником Великой Отечественной войны, и в рамках этой акции мы брали интервью у участника Великой Отечественной войны Эдуарда Михайловича Зимовца. И мы задавали ему пару вопросов, потом делали по этому ролик, и дальше мы отправили его на конкурс. Я очень интересуюсь войной, и поэтому мне было довольно интересно участвовать в этой акции. Поисковая работа в первую очередь включает в себя тот фактор, что как можно больше исторических моментов люди узнают. Ведь на сегодняшний день не настолько есть приблизительное количество людей, которые мы потеряли в период Великой Отечественной войны, но с каждым днем при каких-то определенных раскопках, поисковых работах узнается все новое и новое, то есть история пополняется. Подведение итогов работы проходило в праздничной обстановке. В этот день со сцены прозвучали песни и стихи на тему войны, подготовленные учащимися школы. Особенно символичным было присутствие в зале основателя средней школы номер 10, участника Великой Отечественной, бывшего узника концлагеря, Заксенхаузен Эдуарда Зимовца. Герой войны, уроженец Киевщины, живущий с 1947 года на Брестской земле, пообщался с ребятами и поделился своими воспоминаниями о далеких сороковых. Молодое поколение должно знать цену, что мы заплатили за победу. Это обязательно, потому что не зная цены, не назвав эти цифры, сегодня кажется, что подумаешь, война прошла, мы победили и все. Оказывается, это не совсем так. Поэтому с молодежью сегодня будет вестись хорошая, настоящая беседа. Мы будем говорить о том, почему у нас был проявлен такой патриотизм, почему люди шли на смерть, спасая других, почему мы победили. И будем правду говорить, сколько мы потеряли в первые дни войны, почему так получилось и почему мы победили. Мероприятие, приуроченное к 70-летию, Великой Победы оставило и у ребят, и у преподавателей приятные впечатления. Встреча с Эдуардом Зимовцом, человеком, прошедшим войну и ощутившим на себе тяготы и лишения трагических сороковых, наверняка отложится в памяти надолго. Пример мужества одного героя большой войны станет хорошим уроком для тех, кому завещано хранить мир и спокойствие современной Беларуси.